Всем здарова, народ! С вами Эдгар, вы на канале Мысля от Эдгара. Сегодня будет тема такая, что лучше механика или автомат? И начну с того, что вообще без разницы. И то, и другое одинаково, потому что все зависит от манеры вождения водителя. Как он ездит. Если у тебя даже механика, заряженная тачка, а ты дятел, то вряд ли можно говорить, что механика лучше. В общем, все упирается в умения водителя, в манеру вождения, как человек ездит. И еще такой вопрос был, типа, ну вот у меня Брада, у меня автомат, и насколько мне удобно ездить, обгонять, фигово ли я себя чувствую. Ну, типа машина, наверное, тупит. Вот, ребята, я фигово себя чувствую, потому что люди вот загораживают вот так вот дорогу, да? На своих, может быть, и механиках, и, не знаю, там, на Ламборджини. И тупо вот едут, и тут закрыто, и тут закрыто. Больше, наверное, справа места, чем слева. Офигенная такая погода. Вот именно так мне очень нравится. Такой ветерок, в принципе, не холодный. На улице зима, уже ближе к вечеру. Фонари врубили. Красота. Просто обалденно. Здесь такой воздух хороший. Такое ощущение, что ты где-то на базе отдыха. Такой вот у меня по кайфу райончик. Так что приезжайте здесь, вы покупаете дома. Классное местечко. Хорошо. Сейчас он там снег чистил. Пойду еще дочищу. Физкультура. Я вот сейчас, вот, хотелось бы больше, но вот никак, никак. А моргать, мигать, сигналить у меня нету такого. Я не люблю, как бы, людей беспокоить. Еду, ну, как бы, человек сообразит, а отъедет. Вот, нет, что поделать. Культура должна все-таки присутствовать. Поджимать тоже не моя манера вождения. Я всегда в жизни культурно постою в очереди, культурненько вот поезжу. Если вот человек вот соображает, что надо уйти с дороги, то спасибо большое. Но вот этот, например, чувак не может этого понять. Вот, и приходится просто таких людей объезжать. Ничего с этим просто не поделать. Ну, вот тут дорожная работа и все такое. Так вот, ребята, удобно ездить на автомате. Особенно в городе. Да и вообще везде. Я вот пропутешествовал этим летом. Россия, Армения, Грузия. Прокатал достаточно много. Я вам скажу, что на автомате очень удобно. То, что у вас рука одна свободна, одна нога свободна. Вы можете делать другие задачи какие-то выполнять. А с механикой нужно постоянно вот дергаться, вот контролировать ситуацию. Все четыре ваши конечности должны быть задействованы. В принципе, когда ездишь, конечно, привыкаешь к этому всему. Ну, как бы и на механике нормальной, и на автомате. Но если есть выбор, если есть такая возможность, то автомат. Сейчас я не говорю о том, что у вас нет денег взять автомат. Вы взяли механику и защищаете свое болото, так сказать. Каждый человек любит хвалить свое болото. Поговорка такая есть. Поэтому, если вы вдруг взяли механику и не хватило на автомат, а об этом вообще речи не идет. Я говорю про то, что если у вас на руках деньги, и вы должны взять машину, и тут вопрос не встает, типа, можете вы или нет. А вы просто должны решить, что вам больше нравится, механика или автомат. В таком случае автомат, конечно же. Но если безвыходно, то тут уже безвыходности вообще вопросов нет. Что здесь ништяк? То, что у нас здесь управляющая компания, они весь этот снег, который за забором, все убирают. Я вон с той стороны перекидываю. Вот то, что я перекидал. Вот еще моя перекиданная. Ну, в принципе, это все дело. Потом трактор просто приезжает и сгребает, и увозит. Когда очень много снега, у них здесь КАМАЗы подъезжают. Трактора все это делал в КАМАЗ. У меня всегда машина припаркована, всегда убрана, всегда чисто. Только вот машина грязная. Хотел машину помыть, но никакого смысла, потому что проедешься три минутки по трассе, и все, она грязная. Дождусь морозов, и потом буду ее мыть. Берите, какая есть возможность, берите тот цвет машины, ну, какой попался цвет. Это когда нет у тебя денег, тебе дарят машину, а она какая-нибудь пурпурно-розового цвета. А ты пацан. И, ну, как говорится, тут дареному коню в зубы не смотрят. Поэтому, ну, что есть, то есть. Так что вопрос только в том, что вы можете выбрать, и вы выбираете, например, механику. То я таких людей что-то не понимаю как-то. На автомате удобно. Вот, я могу одной рукой сейчас, например, снимать видосик, ехать, да, без проблем. Вот, одна рука у меня свободна. Вот, нужна одна рука, одна нога. Многие еще заморачиваются, что якобы машина уступает на дороге другим машинам. Да, погоняться и все такое. У меня таких проблем не возникает. Меня больше всегда раздражают вот люди, что они не едут, нихера не едут, когда можно быстрее проехать, более логично проехать. Вообще в России больше это проблема. И вот этот спор, он какой-то такой, знаете, идиотский. Типа там, что быстрее? Быстрее водитель, а не машина. Вот, видите, видосик продолжаем снимать, и одной рукой можно это все одним пальцем переключать. И все пучком. Поэтому, я думаю, что перестаньте спорить, но вряд ли это произойдет. Вечный спор. У кого какая тачка, что кто себе купил, то и будет хвалить. А вообще, я могу вам сказать, что сколько у меня там, больше 10 лет вождения. Первая тачка у меня была 12-ка, механика. И я вот помню, как я на ней ездил в пробках, да, вот это дергание, постоянное переключение. Особенно в пробке стоишь, вот надо миллион телодвижений сделать. Или я на своей машине вот сейчас, да, там кнопочку легко нажал, продвинулся, снова тормоз. Все спокойненько, легко. Никаких проблем нету. В современных машинах вообще никаких проблем нету. И мощностям машин достаточно, чтобы обогнать ту же механику. Возможно, этот вопрос актуален, если вы участвуете в гонках. Где-нибудь там на трассе, за городом, и вы гоняетесь, сделаете ставки, деньги на этом зарабатываете. Тут, конечно же, базаров ноль, механика круче. Потому что там прям секунды, миллисекунды, за счет чего ты можешь выиграть или проиграть свою ставку. Ну, это вообще другой вопрос. Я не думаю, что многие из вас гоняются, и вот вы гонщики. В основном, основная часть людей, обычные стандартные водители, с пункта А в пункт Б, там, за хлебом съездить на работу куда-нибудь. И для таких поездок брать механику, которая рвет из чего-то там с места, вообще это все брехня. Я вот говорю, поехал этим летом с России, с точки А в точку Б, Грузия, потом следующая точка, Армения. И всегда меня раздражали водители, особенно, когда на трассе идешь в гору, едут гребаные тормоза, даже не отъедут. Как ехали они медленно, так и едут. Сколько гонялся с разными всякими чуваками, каждый раз у меня машина спокойно обгоняла. Поэтому вся фишка заключается не в машине, а в водителе. Поэтому, что лучше, механика или автомат, я остановлюсь на автомате. Вот такие вот, короче, делища, ребята. А вы можете писать свое какое-то мнение, будет интересно почитать. Заливка. Смотрите, высота какая получилась. Так как здесь все идет вот так вот вниз, под уклон. В целом, вот как бы вся плаща, вся платформа, ну так сказать, пласт, весь поселок. Получается, или я под уклоном двор бы сделал, или делать все, чтобы было ровненько. Я выбрал вариант сделать ровно, но здесь вот такой выступ. В дальнейшем я здесь чуть-чуть все это дело переделаю. И вот эту переднюю часть я тоже залью бетончиком. Потому что асфальт это, конечно, хорошо, но асфальт он со временем прогибается. Особенно, если сюда подъезжают какие-то тяжелые машины. Два раза КАМАЗ приехал, привез там щебень, бетон и все.